МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Издреве на Руси существовала традиция установки поклонных крестов. Ставили их на окраинах сел и городов, и были они своеобразным оберегом, защитой от всех врагов, видимых и невидимых. Именно это сделали казаки около 300 лет назад, когда прибыли сюда, на эту землю, построили здесь форпост для защиты границ Российской империи. В эфире программа «Колокола» и я, ее ведущая, Анна Ахпашева. Монументальные кресты вне храма на земле устанавливали испокон веков. Из камня или дерева в высоту до нескольких метров. Такие кресты призывали к молитве и поклонению, поэтому и именовались поклонными. Первые появились еще в апостольские времена, и по своему духовному значению они были миссионерские. Их водружали, возвещая о начале христианской проповеди. Наши православные предки, имея крепкую веру, ставили их на особых памятных местах, на перекрестках дорог, неподалеку от сел и деревень, дабы, отправляясь в путь или входя в село, человек попросил милости и помощи, или вознес благодарственную молитву Господу и небесным заступникам. Стоял такой крест здесь и ранее. Уничтоженный в советское время, сегодня он вновь стал духовным щитом для города. На сегодняшний день мы восстановили справедливость и установили на этом же месте поклонный крест. Здесь был форпост казачий, который охранял рубежи России от набегов иноземцев. Поэтому это место как бы считается священным для казаков, потому что с этого места началось и заселение Хакасии, и основалась станица означенная. Это форпост православия нашего. То есть мы чтим православие, это веру, и поэтому мы стараемся защищать. Казаки всегда были на защите церкви и верой православной. А часть и поэтому казаки стали одними из тех, кто наиболее пострадал от страшных гонений в начале 20 века. Из директивы Центрального комитета Коммунистической партии. Учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Необходимо, первое, провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Первое, провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. Второе, конфисковать хлеб и заставлять всыпать все излишки в указанные пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам. Третье, провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи. Сегодня уже известно, жертвами красного террора только на дому стало больше 45 тысяч казаков. Не обошли гонения и сибирское казачество. Произвол породил в душах людей страх за свою жизнь и жизнь родных. Память о предках, семейной традиции пришлось глубоко запрятать. Но не забыть. 1991 год стал переломным. В России был принят закон о реабилитации репрессированных народов. До этого как бы боялись даже разговаривать. Старики наши боялись даже говорить, что они с казачьих семей там или рода. Потому что в свое время по указу Свердлова был указ о поголовном унистяжении казаков. Поэтому даже старики уже сколько времени прошло, и не было такого геноцида, и тем не менее боялись говорить даже об этом. Но с 1991 года как бы небольшая слабина, разрешили восстанавливать и это казачество. И выжили казаки. Даже в тяжелых условиях живя, выжили казаки, потомственные, родовые казаки идут к нам. Сегодня в возрожденной общине уже больше 40 человек. Ими же было принято решение отдать дань памяти первым казакам на этой земле и восстановить поклонный крест. Инициатива получила благословение архиепископа Абаканского и Хакасского Иоанна Фана. Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое. Это величайший символ христианской веры. Орудие казни превратилось в орудие победы над дьяволом и смертью. Это знамя всеобщего нашего воскресения из мертвого. И слава Богу, что это красивое место, наш град украсился этой величайшей достопримечательностью. Чувства у меня большие, так как сегодня будет освящение не только креста, но и наша первая присяга, продолжение нашего рода казачества. И волнение, конечно. Крест на Поклонной горе принесет людям большую уверенность в том, что предки не забыты и ничто не забыто. Для людей крест как бы собранность и все-таки какая-то ответственность. Перед народом, перед самим собой. Именно такую ответственность перед народом, перед памятью предков взял на себя и Алексей Афанасьевич Солдатов. Село Калы совсем рядом с Саиногорском. Сегодня доподлинно известно, основали его два брата казака, Солдатовы. От них пошли две сильные родовые ветви. Облагородить село и стало целью их потомков. По долгу своей работы, практически всю Россию объехал. У меня много друзей, знакомых, родственников. Несколько раз мне уже пришлось так встретиться. Один, другой говорит, мы вот возродили там дом, музей там какого-то писателя. Другой говорит, а мы там вот это, третий говорит, мы вот церковь построили. А зачем? Ну вот тут место такое нашей родины, предков. Ну я так, что-то у меня тоже мысль зародилась. Почему бы нам-то не сделать что-то такое? Все-таки есть официальный документ, что эту деревню основали два брата Солдатовых. Начать решили с серебряного источника. Родники били прямо из-под земли, но без хозяина они пришли в полное запустение. Скот приходил на водопой, а круга превращалась в болото. Сегодня, благодаря усилиям Алексея Солдатова и других неравнодушных, освещенный источник стал украшением деревни. Районные власти помогли огородить территорию. И сегодня люди, если и заходят сюда, лишь за тем, чтобы набрать целебной воды в дорогу. Пришедшими изменениями стало облагораживаться и само село. Инициатива нескольких человек смогла зародить в сердцах людей надежду на перемены к лучшему. Тогда же, четыре года назад, впервые была озвучена мысль, что деревне нужен храм. В Калах никогда отродясь церкви не было. Была в Сабинке, была в Каптере, вот они ездили все время по тем церквям Минусинск. Алексей Солдатов сегодня не единственный, кто взялся за благое дело. По всей республике строятся и открываются храмы, приходы. Порой в приспособленных помещениях, но от этого вера в людях не ослабевает. К примеру, село Кирба в Бейском районе. Здесь так же, как и в Калах, никогда не было церкви. А вера была. Еще 10 лет назад православные стали собираться в пустующем здании отделения железной дороги, бывшем красном уголке. По просьбам прихожан на службу стал приезжать священник. По иронии судьбы, в месте, где десятилетиями пропагандировали атеизм, зазвучали молитвы. И весной этого года произошло долгожданное событие. Помещение окончательно передали епархии. Приход осветил владыка Иоаннафан. Надежды и мечты прихожан сбылись. И вообще себя ощущаешь в церкви. Приходишь с душой, вот сильно болею, пришла, а мне все равно на душе светло. Должен быть храм. Село не может быть без храма. Тем более оно не маленькое. Правда, прихожан у нас не столько много. Но еще многое предстоит сделать для храма. Многое предстоит сделать и в Калах. Сегодня, очевидно, церковь станет настоящим украшением всей округи. Расположенную на пригорке, ее будет видно издалека. Сельчане верят, когда над деревней разольется колокольный звон, к лучшему изменится и сама жизнь в Калах. Это была программа «Колокола» и я, ее ведущая, Анна Ахпашева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова